Всем привет, ребята! Сегодня я расскажу вам про 5 монеток с очень низкой рыночной капитализацией, которые, возможно, сделают вас богатыми в этом году. Я и сам в них буду инвестировать, но вас предупреждаю сразу, что моему совету следовать не стоит. Проводите собственный анализ, и все ваши финансовые решения остаются только за вами. Потому что я не финансовый аналитик, я просто парень, у которого даже нет команды. Поэтому я был бы благодарен, если бы вы помогли мне с развитием этого канала. Например, поделившись этим видеороликом со своими друзьями ВКонтакте, Телеграме или Фейсбуке. Возможная информация из этого видео им поможет как-то решить свои финансовые проблемы. Для вас это несложно, а для меня мотивация работать дальше, искать перспективные монетки и анализировать рынок. Ну а это проект Богатейший Ди. Поехали, пока колеса есть. Для начала давайте посмотрим на рынок, кто и чем отметился. Биткоин 8200, движемся к 9000, как я и прогнозировал. Эфир выше 500, все зеленое, радует глаз и мой криптовалютный портфель заодно. Монако, 90% роста, не кисло. Смотрите, эта монета постоянно пампится и дампится. Ну да ладно, мы же ищем где сделать иксы, правильно? Монеты, которые повторят успех Рипла, например. Вот об этом успехе я говорю. У него была капитализация в миллионы долларов, а на пике славы она достигала 100 миллиардов. Даже была чуть-чуть больше. Где же получится сделать так много иксов, как на Рипле? В поисках ответа на этот вопрос я нашел монеты, которые сейчас вам и представлю. Итак, первая монета в моем списке это U-Trust. Наверное, от слова доверие. Этот проект может стать популярной платежной системой, такой как WebMoney, Яндекс.Деньги или Киви. Только работать будет с криптовалютой. Сам токен U-Trust по сути выполняет роль акций компании. Ну и для совершения покупок продуктов и услуг на платформе его тоже можно будет использовать. Сейчас капитализация U-Trust составляет всего лишь 69 миллионов долларов. Стоимость токена 24 цента. И кстати, за последние две недели он показывает нехилый такой рост. Как мы видим, токен довольно молодой и продолжительное время падал после достижения своей пиковой цены. Сейчас в обороте находится почти 300 миллионов монет, а всего будет выпущено полмиллиарда. Токен торгуется на HitBTC, KuCoin и на других биржах. Итак, почему этот токен с моей точки зрения перспективен? Те, кто хотя бы раз покупал криптовалюту за рубли, гривны или доллары, не раз сталкивались с трудностями. А иногда комиссия конвертации фиата в тот же биткоин или любую другую криптовалюту составляла даже 10%. Это слишком много. Ютраст решит эту проблему, так же как и нивелирует риск нарваться на мошенника при обмене фиата на крипту или наоборот. Что, кстати говоря, бывает очень часто, особенно с крупными суммами. По сравнению с привычными нам платежными системами, такими как PayPal, кредитная карта, WebMoney и так дальше, Ютраст имеет несколько преимуществ. Например, намного меньшая комиссия, безопасность средств, защита платежей клиентов. Сейчас платежная система Ютраст работает с биткоином, эфиром, лайткоином, дашей, манера и другими криптовалютами, список которых будет пополняться со временем. Пока что проект находится на стадии развития. Как мы видим, платформенный запуск запланирован на четвертый квартал этого года. Поэтому лично я прикуплю себе этих токенов на Кукоине. Скорее всего, для долгосрочного инвестирования. Но это довольно рискованная операция, признаюсь вам честно. Вторая монета в моем списке сегодня это Upfiring. Такое вот горящее название. Капитализация этой монетки всего 3 миллиона долларов, а цена почти 20 центов. Сейчас в обороте всего 16 миллионов монет, но максимально может быть добыто 815. У нее уже был нехилый такой подъем, после чего цена откатилась также очень не кисло. Держи файлы в безопасности и зарабатывай на этом. Это то, что предлагают нам разработчики Upfiring. Действительно, Upfiring это новое решение на рынке хранения файлов. Теперь вы сможете беспалево спрятать свою порнограф... Это не тот сценарий. Дайте другой. Угу, спасибо. Итак, команда Upfiring разработала первое децентрализованное приложение для обмена файлами при помощи блокчейн-технологии. На самом деле есть что-то похожее с облаком или торрентами. За размещение файлов пользователи будут получать монетки Upfiring. Сама площадка разрешает добавлять торрент-файлы, музыку, документы и так дальше. Поэтому загружая и скачивая контент, вы сможете зарабатывать криптовалюту. К сожалению, пока не очень понятно, как стоит бороться с пиратским контентом на такой децентрализованной площадке. Походу вообще никак. Короче говоря, я считаю токен этой компании достаточно перспективным для покупки. Но опять же, рискованным. Третья монета на сегодня, ребята, это вата. Ну то есть вообще-то бета, но вата же. Можно я ее ватой буду называть? Мне так удобно. У этой монеты совершенно низкая капитализация, 700 тысяч долларов. Да, цифра кажется большой, но в мире существует полно людей, у которых наличных денег еще больше. Мне очень нравится, что количество монет очень маленькое. Даже меньше, чем у биткоина. Всего лишь 5 миллионов монет, можно добыть 10. Но это все равно мало. Посмотрим на график цены. И что-то мне кажется, что сейчас, находясь внизу, самое время эту монетку прикупить. Цикл может повториться. Да и с таким количеством монеток, даже если капитализация вырастет всего до 7 миллионов долларов, можно нарубить 10 иксов. Итак, что же такое вата? Русскоязычный гугл на этот вопрос ответа не знает. А насколько я понял из своих расследований, эта система хочет внедрить товарообмен прямо в блокчейн. Команда стремится создать новую экономическую модель, которая поможет избавиться от современной банковской системы и станет заменой доллару. Ну такая амбициозная цель, особенно если учесть, что большинство людей инвестирует в криптовалюту как раз таки из-за доллара. Но монетку я все равно прикуплю. Стоит недорого, да и по техническому анализу сейчас должен быть рост. А сейчас я покажу вам криптовалюту с не только маленькой капитализацией, но и с невероятно небольшим количеством монет. Это triangle. Очень странная монета, потому что я копнул вообще куда-то туда, в глубину, где мало кто ошивается, кроме таких психопатов как я. Ну да ладно, просто посмотрите сколько у нее монет. Сто тысяч. А всего может быть добыто сто двадцать. Ребята, это просто очень мало. Давно я таких монет не видел, точнее их вообще не видел. При рыночной капитализации в полмиллиона долларов она стоит более пяти баксов. Чтобы стоить пятьдесят баксов, ей нужно всего пять миллионов долларов капитализации, а при пятидесяти миллионах долларов она будет стоить полтысячи, ребята. А представьте себе, что будет, если капитализация выстрелит до миллиарда. Конечно, навряд ли это случится, но десять-пятьдесят миллионов долларов, я думаю, собрать ей вполне по силам. Все, короче, вот вам мои доллары, дайте мне этих монет. Вот их сайт, кстати. Такие дела, ребята. И еще раз повторю, это не совет покупать данные монеты, это просто мои эксперименты. Ваше дело участвовать в них или нет. Не забудьте поделиться данным видеороликом со своими друзьями. Меня зовут Богатейший Ди. Скоро увидимся.